Девушки отдыхают 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 вот оно такое такое вот доброе такое вот знаете вот если вас не знал как зовут заложный ух ты ничего себе а вы знаете откуда вообще пошли вот эти вот плюшевые мишки не не знаю это был президент такой в соединенных штатах теди бир и вот этот теодор рузвельт звали и вот и прикольно я даже не знала да теодор рузвельт и вот от него пошло теди бир называются тогда еще называются не знала я вот я знаю что теперь а что это дура рузвельта в честь теодора рузвельта да он сам выглядел такой как медвежонок такой мягкий кстати очень любимые как дела в америке класс клад дождь на улице идет отвечали зеленского когда приезжал нет мне стыдно было а чего ну как ну стыдно было слушать я как-то вот смотрю главы государства должны приехать на своем автомобиле с флажками какая разница на чем он приехал тут такой еще на уборе приехал то есть вы судите президента потому на чем он приехал ну вы сказали что вы не смотрели и не ждали а тут знаете на чем он приехал как не я не ждал не встречал его я видел же как он приехал а к зачем тогда вообще смотрел если мне было интересно вы мне в своем автомобиле и не в костюме это у вас так вы оцениваете президент конечно а как еще оценивать президент президент должен ехать со своим кортежем со своим бронированным автомобилем с 1000 человек охраны правильно президент прежде всего представляет свою страну то есть как вот выглядит президент так думают и о стране то есть он если он едет именно у нас президент не опозорил нашу страну стать ни разу ну хорошо если вам это нормально кулерова опять на нас то что он не ходит в костюме с галстуком одевает милитари стиль для нас это только честь ну вот очень ценим понимать мы это очень для нас то что он не ездит на своем кортеже военное время очень ценно а как он если если его встречает вам в америке и дают ему кортеж но это очень мне не дали карта что дом автомобиле по вы не смотрели его речь не слушай послушал а все-таки слушать конечно ну я же сказал грейк берега пить длине какое-то или нет потому что многие сравнивают встречу черчилль пускай сравнивают почему нет свободы и согласны нет вы знаете этот сказал как его карлсон под такер знаете есть такой ведущий на facts news карлса такера не знаете который на рачку работает причем он на facts news работает он вообще сказал приехал говорит менеджер стрип клуба говорит и просил деньги вот он так сказал я да боже мой как он мог такое сказать да такое неуважение к американскому народу а при чем здесь американский народ американский народ очень поддерживают и очень хотят помогать нам мечта очереди стоят очень не протолкнешь на рамбели на самом деле очень поддерживать я об этом знаю да 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 все об этом я встречаю часто людей с америки и что разве не если вы разве вы не видите флаги украинские на домах есть и что вот значит это что это поддержка а то есть если я сейчас флаг повешу это значит поддерживание значит поддержка конечно это поддержка интересно кстати по поводу флагов тоже для американцев это очень как меня мнение моё сложилось для них вот это вот все что они делают помогает для них это очень крупно они себя чувствуют реально полицейскими этого мира они им нужен герой они это любят для них зеленский герой для кого зеленский герой для мир пожить и для американцев зеленский герой да многие американцы так говорят может есть которые не говорят так но в основном да я много слышала знаете вот советую в следующий вот это marvel будет сериал который вот тому где железный человек тор и все остальные вот туда его тоже поставь вот они герои комиксов тоже ой слушайте курсской области сейчас прилетела что-то стреляет кого работает а скажите вот саша как вы считаете то что сейчас прилетать по территории россии это о чем говорить это большая трагедия потому что в ответ прилетает потом вам и становится еще хуже не дай бог и 1 я за то что вот это все остановилось наконец-то сейчас потому что вы не долгите вам панамы прилетала до того панамы до этого прилетала и обстрелили бы и до этого не надо рассказывать что панам тут ну хуже как будто бы как будто бы все было хорошо а тут вдруг начало мнение хорошо не было но уже стало после вот крымского моста тогда совсем плохо уже не стало хуже не стало ну как не стало вот до крымского усиливается у нас усиливается в небе превосходство наше они российской самолеты не залетают воздушное пространство украины в начале были самолеты над нами летали над киевом летали сейчас нет сейчас нет да вообще ракетные обстрелы и террор гражданского населения люди вообще на этого всего не бояться вообще три дня подряд киев дронами атаковали ракетами и дронами люди выходили на балконе и кричали путин пели гимн украины это никак не не влияет на ситуацию на фронте вообще а здесь на в тылу как наоборот людей еще больше и больше и больше у меня сейчас сбор сборы денег идут вы знаете да я все собираю сейчас сборы денег идут быстрее чем раньше потому что люди я думала что все как вы можете денег неинтересно люди наоборот они мотивированы они хотят вера мне удивительно вы начали гордиться трагедии вас трагедия в стране у вас я не горжусь трагедии я горжусь тем что украинский на что украинцы стоят стойко несмотря ни на что жени мы не рабы потому что жить под россией хуже чем жить без света скажите мне пожалуйста скажите мне пожалуйста вот мне интересно я вот всем задаю вопрос пока мне никто на него не ответил вот чего добилась украина за 30 лет независимости чего построила знаменательного атомную электростанцию гидроэлектростанцию чего-нибудь такого это разве какое-то имеет значение скажите мне даже вот не будем это как-то меняет это показывает развитие страны насколько мы стали значение абсолютного это вообще не имеет серьезно значение конечно что мы построили чтобы не построили это не имеет значения это не значит что россия имеет право нападать я не к этому никто не имеет права это никак не изменит он не отдельно подождите никто не имеет права ни на кого нападать это априори но факт остается фактом вы говорите что вам под оккупации жило хуже вот при советском союзе но после оккупации когда вы стали серьезно но после оккупации вы не развились кто вам сказал что мы не даже вот тот возьмем маленький факт смотрите что вам сказал что мы не развиваемся мы что такие остались советском союзе хуже стало а мы живем самки никакой совок вам с до совка еще лет 30 смотрите сюда вы даже когда сносите памятники сносите памятники вы на их место даже не можете другой памятник у вас пустые пьедесталы что вы даже памятники не поставить у вас у вас есть памятник небесного героев и есть много где памятник где нас не сонные пьедесталы вы что поставить очень много героев и у нас будут стоять герои наши они российские не императрица которая уничтожала народ наш понимаете да и очень жалко что этот эту екатерину снесли только сейчас очень жалко переименовывать еще раньше переименовывать у нас у нас не должны стоять памятники российским писателям поэтому нам не но у нас не должны стоять памятники для россии мировых своих поставили памятники мы поставим свои конечно тоже вы мне и нравится с builds your tivari чим вы живете буду микро сейчас что сделаем будущим не имеет значения завтра сегодня уже оставится в будущем через 10 лет не имеет значения но без россии нам не нужны российские памятники зачем они нам нужны зачем почему мы должны ставить российские памятники книги начали уже русских сжигать книги русские сжигать мы же не ниже мы же не такие как но будет мы не такие это живет херсонской области школ выносили и сжигали книги я вообще не выносил почему вы мне говорите я выносил я россияне ну вы же за россию топить я при чем здесь я за россию топлю я за то чтобы я за то что не надо действовать бабичев не надо не притворяйтесь всем понятно какая у вас позиция то чтобы вы слышали чтобы вы слышали если бы реально за добро и за мир если бы реально вы будете видеть где зло и против чего нужно реально бороться я вижу нужно подбер я вижу а вы все время хайти украинцы где я хайл я хоть раз оскорбил украина все время ничего не достигли вам до советского союза еще 30 лет а вот в этом только разговоре книги не сжигаете памятники снесли а чего вы достигли а президент у вас не своем кортеже ездит это что такое подождите тут один грузин недавно говорил что вам до времен януковича 20 лет вот грузин саакашвили говорил это это не я придумал это он говорил и значит что вам можно так говорить а почему нельзя я тоже говорю грузин может а мне нельзя а грузину можно я за мир и за добро конечно за мир и за добро добро это что добро это когда не стреляют когда к людям с добром относятся они стрелять кто начал когда не сказал так причем здесь начал нам надо сложить оружие издаться не нам надо сложить оружие до отдать наши территории оккупантам террористам надо нам надо это сделать как вы думаете как вы думаете чем все закончится украину украина уже победила ну хорошо а когда не станут стрелять беды украины что а когда перестанут стрелять у этого неизвестного они могут еще обстреливать территории россии как все будет происходить я не знаю я бы не хотела чтобы наши солдаты шли на территорию россии как это делал сталин в германию когда пошли я бы не хотела чтобы этого что такого такое происходило я бы хотела бы чтобы российский народ россияне осознали что это все лишь только ухудшает их ситуацию и жизнь чтобы они остановили это все но они этого не сделают не знаю что будет дальше сейчас прилетает глубь россии сейчас прилетает боже в начале войны три дня говорили три дня кто говорил да многие кто говорили в россии только об этом и кричали кофе будем пить говорила скобеева через три дня в киеве хорошо вера вообще заявлял мы вот до польши дойдем две-три недели до польши дойдем хорошо и кричат надо польшу развалить про азербайджан про казахстан да все вокруг подождите пожить я слышал многие европейские страны сейчас говорят многие опять же не говорю все но вот именно вот такая риторика что россия там надо с власть сносить надо разваливать надо то что 5 какой вы ответ ожидать ответ от кого ну а то же а почему так не говорят по отношению например другим странам германии например почему не говорят на германии сейчас разрубку германию развалились германии не на кого нападает сейчас страна страна террорист россия кто ее признал страны и государства уже там но страной террористом а можем сейчас пробить в интернете и зачитать кто признал россию страну хорошо если он царом значит те кто сотрудничает с россией являются странами спонсорами страны террористов правильно то есть вы являетесь страной спонсором страны террориста проливера почему у нас договор у нас договор не только с россией по поводу этой трубой которую вы постоянно вы здесь рассказываете тетруле у нас договор же не только с россией наши договоры с европейцами деньги от кого берет от кого берете мне эта труба не на деньги от кого берет деньги нам не помешают чтобы уничтожать ваших расистов которые сюда заходят вера чтобы уничтожить я не против что труба работает я не против в одном месте гибнут люди ваши украинцы молодые парни а в другом месте парни почему труба я прошу прощения мне уже пора идти давайте удачи облигации или облигации облигации чё какая облигации я маленько облигации да ты что с ума сошла пиши я колыванова мария афанасьевна